Доброй ночи, кто остался на нашей трансляции. Мы смотрим за матчем Крипвейв и Эмпайр. Это все еще Д2ЦЛ. Последний матч и последняя карта на сегодня. Наверное, из интересного пока в рамках стадии драфта это то, что у нас две карты был инвокер. Два профессиональных инвокера 30 уровня ДТПлюс и решили не банить. Ни те, ни другие. По итогу имперцы тут же его взяли на ФП. Ну, правильно сделали, в общем-то. Почему бы нет, раз отдают, то стоит брать. И Крипвейв отвечают новым героям. Сегодня, по-моему, мы его не видели. Ликан на первой стадии. Неожиданно. Посмотрим, будут ли под Ликана какого-то героя добирать. В прошлый раз Крипвейв его банили и явно что-то знали. Поэтому в этом, я думаю, заключалась история этого Ликана на этой Бест-Оп-3 серии. Есть два саппорта. Снефар, видимо, все-таки будет на линии с Ликантропом. Огармак будет на пятой позиции. И Винтер Виверна как раз на второй закрывающий пик первой стадии влетела от Team Empire. Но она всегда хороша, всегда впишется. То есть против нее здесь едва ли найдется хорошего решения. Ну и сама она хороша тем, что может Ликантропа остановить. Один из способов затормозить его. Да, по факту ведь Виверна это контрпик Ликана. И всю эту пачку крипов, которые будут идти с Доминатора, полки, сам Ликан, все это можно останавливать. Ну и действительно, не Колден Брейсом спасти. Хотя Колден Брейс здесь вот штука опасная, да, учитывая Снефар. Надо Виверне очень аккуратно его использовать. Можно своему тиммейту очень сильно жизнь заруинить. Огар уже от Крипвейв был. Сегодня в начале игрового дня на первой карте Фишман играл и очень круто провел эту карту. Идеально отстаял линию. Правда, по итогу игру-то проиграли, ребята, но это не так важно. Главное, что отстаял хорошо. А то, что, ну, понимаешь же, бывают игры где-то уже на пятерке, ты бесполезен. Ты уже сделал свою работу. Дальше надежда только на коров. Ну что, будем смотреть теперь, как оно у Team Empire. Сейчас есть возможность четверку пикнуть в целом и не задумываться особо о том, что дальше делать. Но они дополнительное время немного тратят. Видимо, продумывают всю стадию вот этих вот вторых пиков и наперед попытаются рассчитать, потому что у них два пика подряд. И надо брать сразу два героя. Новый герой для Гостика. Пока Гостик прям максимально свой пул показывает. Слардар и Мирана. Такая вот парочка. Под Мирану здесь есть Винтер Виверна, которую можно даже через Винтер Скорс играть. И стрелой закидывать в героя. Контроль дополнительный. Ну и сказать, что и Слардар прям как-то вот прям выделялся, да. Нельзя сказать, что тут нет какого-то героя, который пока от Слардара реально страдает. Можно сейчас криппуэм взять какого-то героя с большим количеством брони. Это по факту какой-то там Террор Блейд. Или какой-то Свен, который просто нажимает Варкрай и можно играть в доту. Когда-то это такой был контрпик. Видишь Слардара, бери Свена. Ладно. Интересно. Будут за Гостиком побеждать на этом героям. Такое не самое, я думаю, что все-таки сложное герое в исполнении. Так что увидим. Я думаю, что увидим что-то хорошее. Это герой, который какое-то время был и в бой, и рвал всех и вся. После этого получил серию нерфов. И сейчас про него периодически вспоминать начали в последние месяцы. Мирана с ним на пару. Это очень долгий стан может получиться. С учетом того, что и Крэш сам Слардар вкачает, и Баш его, и Мирана, который может зарядить очень-очень издалека. Поэтому стоять на этой линии придется аккуратно. Но стоять там будет Огр, его пробить надо еще умудриться, без коррозив Хейза, который появится явно не скоро. Крэпфейв сейчас будут раздумывать. Возможно, даже над... Хотя нет, над Кэри раздумывать смысла нету. У них ласт пик. Могут взять Мизера в виде вот этого инвокера. Знаю то, что именно он здесь покажется. Пока у них тоже время так довольно быстро уходит. У Штурмстормера много хороших героев есть. Я не думаю, что с потерей инвокера он сейчас очень сильно расстроится. Сейчас увидим, что он покажется. Какая-то Клопа, да, сегодня Клопа уже была, можно. А в последнее время становится очень популярной. А, все-таки Кэри взяли. Ну, Хардлиния тоже себя уже показала. То есть уже понятно, против кого стоять, как стоять, с кем стоять. И поэтому решили, что все-таки будут брать его. А насчет Мидера пока подумают. Бэтрайдера решили убрать. Пока что. Поэтому я подозреваю, что здесь, судя по банам, может и какой-нибудь лайфстилер оказаться. Тут и Разора отправили в бан, и Бэтрайдера в бан. Побаивается он таких персонажей. И напоследок Мид-позиция еще одна. Темпларка, которая хорошо бьет физой. Физы тут и так хватает более чем. Или Кан, или Луна. Темпларка могла бы вписаться, но в последнее время любит ее не сильно. Ее нирфанули так довольно серьезно в последний раз. Ее появление стало редкостью. А жаль. Мне кажется, Медуза для Эмпайра это снова, может быть, легкая игра. Удобная игра. Потому что против Медузы здесь реально ничего нет. Против Луны Медуза выстоит. Лучше крипвейвом от этого героя на всякий случай избавиться. И снова баф есть. Тот же Инвокер и Лакрити будут закидывать. То есть то, что мы уже видели на первой карте. Медузы нет. Все правильно. Правильно. Это было опасно. Давай посмотрим еще, что у нас Винлайн по кэфчикам предлагает. А он говорит, что 3.05 на Эмпайр. И крипвейв получает себе коэффициент 1.35. Ну, справедливо. Справедливо. Крипвейв хорошо сжали предыдущую карту. Плюс являются фаворитами этой серии в целом. И Адмирал Кунг появляется у нас на мид. Контроль. Контроль. Хорош контроль. Лишний контроль. Ликантропа того же самого на крест посадить очень круто будет. Да и Луна обладает не самым маленьким Успидом далеко. Но задержать ее на месте дорогого стоит. И Квапа, как ты уже упоминал. Видимо, в первой карте она была. Будет против этого Кунги стоять. Ну, такая линия. Друг другу они не думают, что что-то серьезное прям сделают. Там будет... Господи, блин, это же Карикунка. Это же Карикунка. Да, это уже сегодня... Сегодня, кстати, на 2ms это уже было. Я не обратила внимание на то, что там же инвекер, что еще лет как есть, что-то уже выпало из головы. я уже забыла то, что мы вчера с тобой на такого коррикунку смотрели, да? Может, с тобой это было у нас? Нет, по-моему, нет. Я не помню. Я помню сегодня коррикунку. Сегодня уже исполняли. Нет, вчера уже не было. Значит, мы там пару дней назад смотрели. Там одна команда была, которая спамила себе... Это Бреймы были. Они спамили себе коррикунку, выигрывали с ним. Ну, не очень везде успешно у них там. Не все так гладко пошло, как хотелось бы. Но этот коррикунка был, заявил себя на Д2ЦЛ. Не знаю, насколько это будет работать, там, допустим, на ДПС сезоне, но здесь пока что работает. Верутся. Team Empire, кстати, вот одна из тех команд, которых ДПС полностью свой состав поменяла. Еще, наверное, Hellraisers, которые прям полностью поменяли. А так больше... То есть у Бейта они поменяли состав, но Дэнди остался. То есть, получается, уже не полностью поменяли. Кто-то остался. Саламдам. Саламдам. Имперцы с гостиком и плюс 4 пытаются бороться. Пытаются в новом сезоне с молодыми игроками. Многие команды Имперцы не исключение. Но пока какие-то выводы нельзя делать. Слишком мало времени прошло, чтобы говорить, что вот, ну, пока не идет или идет. Имперцы дают борьбу к репвейвам. Это уже какой-никакой результат. Ну, там, опять же, если вспоминать то, что было у Империи до ее реворка, Лайтлазер, по-моему, у них тогда на кэре тоже играл, когда с Петушарой вместе в составе были. И вот он единственный остался, если мне не изменяет моя память. Попытаюсь потом на Эк-эпетии чекнуть и как раз посмотреть. Но у всех написано Join Date 7-ое число этого ноября. Нет, ты все правильно говоришь. По факту, вся карьера Лайтлаза это команда Empire. Ну и половина карьеры гостика. Гостика это команда Empire. Ну да, да. Это возвращение такое. Косаной Коинави, да? То же самое. Гостик, в конце концов, на седьмом Интернешнл себя очень круто показал. Они обыграли тогда Evil Geniuses и заняли восьмое место на TI7. Ну, это была долгая история. Там много но, про которые тоже уже тысячу раз много было сказано. И состав, который изменился в последний момент из-за визовых проблем, которые постоянно возникали, когда Интернешнл проводился в Сиэтле. И да, Гостик тоже был один из тех, кто там участвовал. Ну, а здесь пока у нас совершенно другая история. Был такой умоповорочительный врыв от Империи на Qualcomm до Интернешнл, но заняли они там второе место, проиграв Team Spirit будущим чемпионом Инта. Думаю, что их это немножечко как бы, по крайней мере, успокоит. Я второе место команду ИТЭК не устроила, потому что за второе место тебе не дают ровным счетом ничего. Поэтому изменения последовали. Хороших игроков растаскали, плохих кикнули. Но сейчас у нас Петушара герой техквалификаций в Юниках, по-моему, до сих пор существует. И там пока у Юник каких-то громких побед не было, но будем надеяться, что на ДПС все это дело последует. Все это мы увидим. А Империя снова будет собираться с нуля. В принципе, не впервые для нее. Да, но это Империя другая, конечно. Стрейнджера нет, который в этом составе очень много лет был. Имя, которое у меня оставляется только с Эмпайр. Теперь он у команды Гамбит. Ой, Крусталис тут под стрелу попался. А, ладно. Стрела вот эта нынче, она не так опасна. Раньше там 5 секунд мог стандать, а сейчас получается максимум 3,2. Так это надо еще с дистанции огромный выдать станд. Поэтому не опасно, не опасно. Да, кстати, я даже и не слышала, что стало со Стрейнджером с тех пор, как он ушел из Эмпайр. Он же, он сейчас Гамбит. Гамбит, да? А, да, точно, Гамбит устроился. Вспомнила, да. Тогда будем смотреть, наблюдать за ситуацией. Да, без Стрейнджера у Империи, возможно, появится какой-то новый очень крутой скаут, который будет находить игроков. Пока тут у нас такая соляночка получилась сборная, но из тех игроков, которые уже много чего повидали, много где поиграли, разве что вот Манник, я не знаю, может он никнейм менял, может он где-то особо не фигурировал, его раньше видеть не приходилось, но все остальные именно знакомые, всем зрителям тоже. Вот пока у нас линии начинаются довольно спокойно, Клопа чувствует себя чуть-чуть получше на своей линии, но к Маннику подходит волна, теперь хоть что-то разобьет. Интересно, кстати, что такой разрыв получился по Крепстатам. 1 на 10 против того, что сейчас у нас Шторстормер еще и прохарасить успевает. И это, кстати, Манник, который играет тоже на классах Зортума Унвокера. На те времена у нас первая кровь случилась, все-таки забрали через эту волну станов Фишмана. Ну, он вернется обратно. Не, я пока за мидом смотрю, даже отличиться не могу. Тут так классно Шторстормер исполняет. Он видит санстрайк от Инвокера, он подходит к рейндж-крепу и съедает урон, и рейндж-крепа денает. Ну, это вообще очень круто. Ну, когда ты на Инвокере 30 уровень сам имеешь, ты, конечно, понимаешь четко, что противник будет делать. Ты понимаешь даже примерные тайминги. Поэтому пока Шторстормер... Ну, это уничтожение мида. Посмотрим, что Манник сможет ему справить. Ну, естественно, как Инвокеры исправляют ситуацию, особенно класс экзортные. Они стелят фраги. Они набирают фраги на боковых линиях. Так что ждем сетапы. Ждем сетапа Слардара от Мираны. Ну, на топе от Кунг и от Виверны тоже почему бы нет. Это весьма атакующий герой. Иксмарк появится, и Кунг и готов под Иксмарк играть. Торрент и Икссанстрайк туда же. Легко. Тоби! Ой, а Тоби-то как просил. Ай-яй-яй-яй-яй. Торрент. Тоби уворачивается. Удар с Тайтбрингера. Тоби пытается убегать. Попытка заденается, может быть. Тут Мид Бидеон может и клэпнуть. Клэп есть! Ох, какой клэп! Ох, какой клэп-то! Клэпает не тех. Печенька. И Лайтлесс пытается С Тайтбрингера добить Тоби. Тоби переживает урон. Сострайк летит неточный. Это, конечно, такой маленький хайлайт. Вот это момент. Вот это момент. Этот Ликонтроп пережил всё. И фласочку попил сейчас. Да, а теперь нам можно паузу поставить. И паузу поставил, видимо, чтобы... Я же подумала, знаешь, чтобы типнуть паузу поставить специально, так что... Ну, тут не грех вопросик написать, мне кажется, после такого момента, где тебя уже всё вроде как убили. Поворот. Да, и Санстрайк Мирмокер промахнулся, маны много потерял, никого не убил. Жесть! Жесть! Начало у Импайр. Ну, так себе. Ну, пока у них можно сказать, что две линии не задались. Начало вообще совсем разгромное было для Импайра. Сейчас по крипам хотя бы немного вернулся. И посмотрим, как дальше будет существовать. Ну, он экзортовый, поэтому в случае чего он может там пойти в какой-то момент и в лесу пофармить, по крайней мере, в лёгкий кэмп. Или в случае чего, тоже, как ты сказал, Санстрайком или покидаться. И таким образом финансовые проблемы решить. Он также планирует себе собрать медасик, тревела, то есть такой же билд, какой был у Штуртомера в прошлой игре. Вообще интересно, он захотел поиграть на этом экзортовом инвокере сейчас после того, как увидел его на предыдущей карте от противника? Или... Ну, и смотрим теперь, как у нас еще, помимо квапы и судьба обстоит у Луны. У Луны по крипам всё нормально. Не отстаёт и не опережает Кунку. И видим, что отбиваться-то она отбивается от этой даблы, которая против неё стоит. Фишман один раз пострадал, но ничего такого фатального плохого в этом нету. По крайней мере, для Кристаллиса. Здесь спокойнее линия выдалась для Луны, чем то, что мы наблюдали с Луной в предыдущей карте. И в Катаоми в Sunstrike есть первый фраг для Манника. работал. Ну да, но это на самом деле реально несложно, учитывая, что под тебя X-Mark даётся. Тебе просто нужно в Sunstrike нажать. Тут не нужно угадывать траектории какие-то. Просто Sunstrike нажал и фраг в кармане. Но нужно это использовать. Третий Sunstrike очень больно. Снэпфаера добили, и Снэпфаеру нужно поаккуратнее быть. Потому что реально подставляешься там на 700 хп, тебя X-Mark контролит торрент и урона там хватает с запасом. Но я смотрю крипстаты пока страшно. Столько денаев, столько лас-хита в целом у команды крипвейв. Квапа сейчас будет с Сониквейвом, может быть. Посмотрим, что будет на уровень 6. Ну да, да, что ещё брать, кроме Сониквейва с такой-то прокачкой. И можно будет попытаться выйти в агрессивную атаку на этого инвокера. Третий скрин, Сониквейв может быть и убьёт. Надо его прокарасить чутка, но я думаю, что Манник будет мониторить появление 6-го левела и просто аккуратно не держаться. И Лайфлоса опять забрали. О, а Тоби даже по хп не просел. Как так? Я не могу понять. Тут по факту ведь кейс на файр даёт контроль, даёт замедление, но Лекан-то ничего не делает. То есть Лекан просто руками бьёт. А, ну там волки могут потенциально стопить. Но странно, знаешь, Кунка такой герой-то жирный. У него ещё и хелл появляется. Да он и так уж и безжирный. У него две гантели и у него шлем есть ещё на арморный реген вот это вот всё. То есть он безумно должен быть плотный. У него 1000 с лишним хп. Но Лекан его без проблем прибивает. Нормально, так нормально, конечно. У Кунки проблемы начинаются. А Кунка... Ну, ему много слотов нужно. Видела я, как он собирается. В принципе, у всех сборки одинаковые тех Кунок, которые мы видели на коррепозиции. И пока ему тут тайминги не поговорили. Так, а тут видим то, что Катауми нападает на Каори. Уже от Сефир вкачает Дарабаша. Она его выдаёт в Каори, попытается пробить. Катауми пока никуда толком не уходил. Есть Sunstrike, его забирают. Теперь уже через стоит Брингер. Лайтлас себе фраг забирает. Каори всё-таки выжил. Кстати, редкая бабка, которая максит с Федро Бласта. Они пытаются качаться через Лил Шреддер. Ну и классно. Ну и классно. Мне кажется, в этом нет ничего, в этом билде нет ничего плохого. То есть, Лил Шреддерс это не всегда лучше. Игра через первый-второй скил вполне рабочая схема. Мы видим, что это так-то работает. Сефир убивает. На топе. Ещё один Sunstrike. Фишмана убивают. Принимают при этом Гостика. И это может быть не конец. Липы заканчиваются. Но и контролить больше нечем. Уходит Мирана. Размен снова Фишмана. Фишман. Теолич Фишман на Слардара. На тройку. Всё это для крипвейв очень выгодно. Попа. Что-то ресурсов как-то маловато. Кларити круто, но... Ага. Вот он. Фишман-то умер не зря. Фишман умер не зря. Пообузили потол. По благо умер. Классно. Всё чётко. Всё. Заобузил. Штуршмой умер теперь отбивается. И есть возможность всё-таки на Манника напасть. Но вот, как мы и подозревали, он реально очень аккуратно пытается играть. Держится на почтительном расстоянии к Клопе. Но Клопа уже под тавр задайвилась снэп словит под тавром. Орехи ещё сверху может и погибнуть. Поэтому, видимо, не будет нападать. Фишмана зато опять нашли. Опять убивают. И последняя тычка от Гостика залетела. Снова со страйка был в помощь. И ТСА в размен погибает. Но Гостику приятно. То, что он получил для себя бонус. Быстрее будет выносить себе блинк. Так, а на миде так ничего не происходит, да? Штуршторвер качал себе Соник Вейв, но пока ничего с этим не делает. Но он уже и замаксил скрим. Поэтому очень много урона суммарно магического наносит. Игнорирует даггер полностью. Так, что тут на миде, смотри. Клопа давит. Соник Вейв есть. На нажать. Давай села в упор мимо. Как так-то бывает. Да, и теперь для Клопу все закончится. Все? Все, куда? Ха-ха, куда? Минус Квинов Фейн. Да, Клснэв такой. Гостик очень глубоко пошел. Орехи полетели. Снэпфайр еще и дробовичком может стрельнуть. Урона, правда, не хватит. И для Снэпфайра еще непонятно, как это все закончится. Старшторм мимо. Снэпфайр уходит. Но Клопа умерла. Очень важный момент для имперцев. Очень важный момент для манника. Здесь выжить. Еще и Клопу добить. На пару с Кункой. Кунка благодаря этому поднялся по фарму. Вот эту тройку коров команда Крипфейв разбил. И вырвался на второе место. Перегнал причем Луну. Посмотрим, как дальше этот фарм разворачиваться будет. Пока линия у него неспокойная. На него уже готовы выехать. И поехал причем Кентавр задоминированный. И сейчас будут его станеть. Станчик. Есть. Грязет Тоби. Сейчас подойдет Скатер Бласт. Печенька. Печенька сбивается. Телепорт. Но, да, не заметил Лайтлес. Ночью не очень далеко видно. Не видел то, что у него уходит целая рамма героев. Так бы, возможно, и попытался бежать дальше. Ну, забрали. Все, хорошо. Теперь немножечко вернули на куги свою ситуацию крипбейт. И подбивает Т1 лыжку. Надо ее забирать. В принципе, возможности для этого все есть. А так, а теперь на кого Фишман разменивается? Не на кого? Фишман встал в мид просто. И тут, к сожалению, пришли на него. Ну, там Санстрайк уже очень больно бьет. Голдснеп, Санстрайк, Фаржи. Саппортом тяжело против такого охера бегать. Ну, ладно. Ничего страшного. Скажем, что это тактический фит. Скажем, что Фишман не позволил запушить мид. Купа пришла. Инвокер. Маны маловато. Опа. Кулснеп, Спирит, пьет, но успевает. Купа в этот раз упрыгает. Так еще и руну какую она ходит. Волшебство. Ждем Сониквейв. Может быть, это же, кстати, и сейчас. Не прыгает Шторм-Штормбер. Мне кажется, мог попробовать. Реально прыгнуть, дать Скрим, дать Сониквейв. Инвокер бы, похоже, это не переживал бы. Он не рискует. Время, с которого у нее появился шестой левел, с которого она его вкачала. Так, и вот есть скан. На скане спалилась контора немного, то, что там не один явно Гостик стоит. И решили нападать. У Гостика хп еще осталось. 400. Можно накричать на него. Хпшка еще до сих пор есть. Последняя тычка добивает. И из-за ТСА тоже можно погнаться, попытаться, но он на всех липах уходит назад. У него еще один лип в запасе остался на случай совсем уж сложной ситуации. Он не понадобился. А, еще и Тавр задонать успели. Хорошо. Куапа везде успевает отыграть. И дело себе, я так понимаю, Сэнджин Кай. У нее Сэнджа уже криппа и стоит. И Кай уже должна лететь по-хорошему. А что насчет Тоби? У Тоби будет грейженый доминатор. Именно к нему он пока что движется. Ой, на кунку напали, что ли, нет? А, нет, господи, это просто доминированного криппа. О, ну что, приятно. Титанул Тоток. Мидас у инвокера только сейчас появляется. Такой поздний медасик. Учитывая, учитывая, как он у нас кого побешено и неудивительно. И то, Шторм Сторомер, как мы уже отмечали, он еще так пока играет очень аккуратно. Мог бы с таким мидом хорошим играть поагрессивнее. Пока только один с уник вейв мы увидели за эту карту. Так, вышел он по кэпчикам. А, ой, господи, да, кэпчики уже страшные. Твинлайн 1.08 на Кривейф и 7 на Тим Эмпайр. Грозная цифра, но действительно, эта карта пока на стадии лейнинга у Эмпайр не сложилась. И я не очень понимаю, пока, насколько с кункой вот такого формата можно закамбычить будет. Но, по-хорошему, одна крутая драка может еще все развернуть, потому что недофарм очень-очень маленький. Разве что, гостик сильно отстает от Эликонтропа, но это вполне в порядке вещей. Эликонтроп просто по дефолту быстрее фармит. Его догнать будет и очень трудно. Так, и Квапа, она уже вражеский. Лисочек не хочет пофармливать вместе с Тоби. Она остается в своем, фармит тройку, на которой Луни не стакли, видимо. Может, я пропустила этот момент, но не стакли, возможно. Но Луна ей в большом лесу в своем собственном себя прекрасно ощущает. Пространства ей хватает. Все вообще, трем корм хватает места для того, чтобы вынести себе больше золота. Снупайр Вейл уже. Круто. И Луна как раз скоро уже может выйти в атаку. Клипс есть, и Бим уже третий. Под Вейл хорошо будет. Да, Йогр, честно говоря, под Вейл классно исполняет. Иногда даже сам Огры от Вейла покупают. Видит Винтер Виверну. Бим. Виверна полетела и не угнаться за ней. И опасно прыгать. Там Минтерскер залетит и непонятно, чем это может закончиться. У Гостика появляется Блинк. Сейчас он долетит и тоже ждем действий от тройки команды Эмпайр. Да, еще может ворваться и показать. Сейчас будет даже возможность попытаться нажать Смоук. Кого-нибудь атаковать через Санстрайк стан и то, что выдаст Слордар. Самое главное найти цель. Да, вот Смоук пошел. Под Вейл, конечно, круто всех останут. И Снэфайр сама. Если, конечно, на том расстоянии, на котором нужно будет находиться и Луна, и Квапа, дай Боже, как раз сдаст. В общем, все, кроме Ликантропа, нанесут довольно много демеджа. И пока у нас Смоковые походы оборачиваются тем, что бабку нашли, но по бабке не попали с Таном. Не дотянулся Гостик, видимо, в темноту там давал. И Фишмана зато нашли. О, Фишман. Но на него нападать не хотят. Фишман еще и сетапит фраг будто, но опасно. Опять же, на Виверну прыгать, если не хватит контроля, она там нажмет ультимейт, и дальше вы в плохой позиции. Там и стрела, там и корабль, там и Слардар может ворваться, крашнуть просто. Поэтому отступают. Да Крифаеву не нужны эти драки, они такие смотрят, зачем нам драться? У нас есть Луна, которая фармит, у нас есть Лекан, который толкает хорошенько линии. Как-то и драться даже желания нет. Крифаев свое преимущество будет просто понемножку увеличивать. Да и Эмпайр драться тоже не нужно совершенно. У них 5 на 5 драка сейчас явно слабее, из-за того, что скиллы сильнее у Крифаев. Им надо фармить, и вот разве что какой-то точечный пиков через Блин Гостика, через Санстрайк, вот это то, что они могут себе позволить. Это получится сделать. А драка на равных пока что не надо, не стоит. Пока еще предметов нет. Так, а тут уже Грейджный Доминатор есть у Лекантропа. Да, собрал себе Верлорд и дальше будет делать барабаны. Хорошо, с Грейджным Доминатором уже будет поинтереснее. Гостик сюда идет под Moonlight Shadow. Сейчас будут противостоять забиранию Рошана. Нашли из-за доминированного Крипа. Ой-ой-ой, он подстанил Лайклоса, но есть Курса. Курса убьет Фишмана. Очень много урона по Фишману Дракону наносил. И теперь с Драконом тоже можно разбираться. Но не успели его добить. Пока что погибает Виверна и выкупается обратно. Гаори вернется в эту драку. Манник делает и пау. Как же больно кусает Тоби. Господи. И смели его через Шторстормера. Еще и бабка плевать успела, но это уже было не сильно-то и нужно. Мне кажется, там даже не Лекан, знаешь, больно, а там Дракон очень больно стрелял. Там тоже, вон, посмотрите, какой забафанный. И фаербол еще раскидывает. Мирана. Ого. Есть липы. Удар от Дракона. Один, второй. Как же больно подходит. Лайтла залетает. Эклипс. Что-то имперцы себе переоценивают. Они, похоже, не поняли, что они здесь слабее, пока Лекан еще с шейпшифтом. И его Дракон также. Да, у Дракона 230 урона с руки. Так что понятно, что он так орет. В этой драке. Ну, все. Теперь Рошан уже без проблем. Для команды Крипвейв. Санстрайки. Скорее помогают. Окей, идут имперцы. Ну, а чем? Гостик с ДД. Это, в общем-то, все. Крипвейв говорит, ну, хотите драться, давайте драться. Без проблем. Идут на Сардара. Печенька неточная. Залетает стрела. Дракон в погоне. Скрим попадает. Этого скрима хватило. Минус Гостик. Лучше, знаешь бы, имперцы просто фармили. Сейчас они это, я думаю, понимают. Лучше бы мы вообще не лезли туда. Столько отдали. Отдали по факту Трикора. Если посмотреть. И на Уокер Кунку умер, и сейчас еще и Сардара. И Рошана все равно падает. Я думаю, у них была идея не в том, чтобы драться в меньшинстве, а в том, чтобы немножечко отманить их на себя, потом резко развернуться, выиграть время, пока не резнется Кунка. До него немного времени оставалось. А потом подраться пятером. Попробовать. Ну, в итоге потеряли очень много. Теперь 6000 преимущества у Крипвейв. И еще и Айгис. Айгис у Луны. Причем, которая уже готова драться. БКБ соберет и вообще готова будет. Пока похоже на легкую игру для Крипвейв. Если все так продолжится, то у имперцев почти нет варианта. Ребята не реализуют Сардара своего. Вот он купил гостя к себе Блиндайгер. Он так смотришь, лучше бы он Мидас купил. Учитывая, что он с Блиндайгером только с кемпа на кемпа прыгает. Ни о каких атаках и от Империи даже речи не идет. Они просто пытаются фармить. Хотя и Кунка герой, который, мне кажется, мог бы уже воевать прямо сейчас. А его пока нет в игре. Так активно, как хотелось бы. А Луна выходит. Луна даже не дожидается Блокингбара. Пушит Крипвейв. Т2. Виверна в позиции. Виверна может неплохо заулетить, но команды здесь не будет. В 17 минуте падает Т2. И аванпост для Крипвейв. Вот так вот. Так вот рано. Они могут дальше давить. Да, знаешь, мне кажется, эта игра может через минуту, не знаю, 5-6 закончиться, учитывая, как Крипвейвы быстро пушат. Одна-две драки. Империи там десятку будут уже проигрывать. Тяжело будут обороняться. Одна ошибка у тебя ломается база. За 30-40 секунд. Лукан с Луной камня на камне не оставит. Есть мы в Лайт Шэдоу. Успели попрятаться. Империи хотят драться. Хотят драться. Врываются Вликаны. Есть Санстрайк. Санстрайк нанес немного дэмэджа. А вот Гостику теперь пуховатый. Еще и Суниквейв по нему попал. Он отравлен. Пока что тикает, но добивать его никто не добивает. Хотя добивает все-таки. Куава прыгнула и ворвалась. Там могли и волки догрызть. Еще и зоопарк преследует Каори. Каори спрятался от зоопарка. Но как только исполнен рейсом он встанет, сразу же его жизнь закончится. Топи его забирает. Дальше. Подловили кого? Кунг подловили. Кунгу надо ли как-то возвращать? Надо убивать его. Вообще без шансов. Винвокер пустой. Ну Кунг купит БКБ, но изменится ли что-то здесь в игре. И что самое смешное, я не знаю, что делать со Слардаром. Вот как бы герой-то есть, а толку от него мало. Он уже просел очень сильно экономически. И Слардаром тяжело камбэкать. То есть у него герой, который сейчас такой в лес пойдет и камбэкнет. Что дело не в Слардаре, а в Кэрикунке. Вероятнее, изначально была идея в том, что он будет Тайдбрингером сносить вот эту вот волну зоопарка, которая пойдет, по крайней мере, волков убивать. Но это работает, когда он уже раскачанный, с кучей предметов, с кучей урончика. Но здесь он не живет, и урона пока тоже не очень много. По крайней мере, он не успевает его выдать. В сумме. Мы видим то, что очень плохая драка получилась для Империи. Теперь уже 10 тысяч преимущества за Крипвейв. И очень-очень дорогая луна. Ну, видим то, что не очень-то и сильно остает Кунка с таким-то перевесом. Всего лишь там 1200. Но у Гостичка с фармом пока действительно проблема. Но и не ему должен отдаваться приоритет. Там есть инвокер с Медасом, который свою денежку достанет. Остальное все нужно отдавать в любом случае Кунке, чтобы он выносил. И Манник, кстати, тут какие-то авантюры проворачивает. Получится ли у него скрытаться? Открывается в Гост Волк. Детекшена нет. Все нормально. Все будет окей. Манник тут пытается Крипов съедать. И все уходят живыми. Тут и Гостика пытались найти. И ТСА. Все выжили. Но радости особо нет. Преимущество 9 тысяч. Оно растет. Фармить на карте тяжело. Гостик приходит на мид, что просто пофармить. Ему тут не позволяет Крипов забрать. Дробовик, замедление. Скрим минус Злордар. 10 тысяч перевес на 21 минуте игры. Ну вот да. Наверное, вот такую игру, такого формата мы ожидали на первой и на второй карте увидеть. Но на первой карте смогли. Еще хорошего драфта имперцы повоевать здесь не получается. Но мы видим. Ребята в Х-Марк не попадают. И в Торн стрелой. Это не должно так быть. Не должно так работать. Это проблема в Торнете? В Х-Марке или в Стреле? Не знаю. Надо смотреть. Надо смотреть. Так, тут дракон еле живой. Нет, его не спасают. Ну ладно, нового себе найдет Ликана еще. Да, главное спаунить и заблочить. Ну какой-то голем, мне кажется, даже поинтереснее будет. О, голем. Ну как, нет. Как-то подомажнее. Возможно, было бы все-таки с драконом. Он там еще фаербол свой кидает. Ну, тут ауру просто очень жесткая. Для того, чтобы сейчас заходить и заканчивать, чтобы герои просто не пробивались. Мне кажется, голем. Ну ладно. Знаешь, каждый эншент свои преимущества имеет. Тяжело сказать, что какую-то прям конкретно лучше. В разных ситуациях. Смоук. Помощь мародеров. Вот это да. Ой, не. Ой, не. Надо. Пока тоже гранитный голем, который дает. Ой, кулька БКБ. Едет БКБ. Едет БКБ. Едет. Да, едет. В таверне заберет. Да, никуда уже не едет. Да, все. Он даже Курьера ускорил, но все равно не успел он долететь. Минус кулька. Кулька закупился в ноль. Естественно. Но база пока не падает. Я смотрю, так репвейв особо не идут прям ломать все. Тап. Вообще ничего не делают. Остается кульку. А вот Кераса будет великана, и от базы вообще ничего не останется. Это будет слишком больно. Пока с двавышкой Клопа соло разбирается. И помогает бафами Огромак. Так, там сбился... Ой-ой-ой-ой. Слон Свардара, видимо, Игнайт попал и сбился у него блинг, и он дал просто в землю стан. Не получилось. И сейчас Гостик погибнет. Еще колонный брейс такой забавный получился. Ну да, Вивиарна. Вивиарна, кстати, ультимейт могла нажать, наверное, как-то позицию поменять противника. Ну, понадобится еще на Т3. По-хорошему. То есть сейчас можно два байбэка нажать, и лестница кунка. Ой, нет, она ничего не нажмет. Ладно, все. Замяли. Ну да, видишь, как я говорю, пять минут, и скорее всего игра закончится тут. Тут явно не та игра, где надо было ждать еще 15 минут, пока команда там пофармит еще всю карту. Нафармит 25 тысяч перевеса. Тут все намного проще. Крипвейвы пока продолжают свою серию без поражений. 5-0 у них по матчам, и они однозначный лидер нашей ИД-2 целой лиги. Да, они в предыдущий раз тоже до финала добрались, но теперь состав сильно изменился. Но видим то, что исполнение не изменилось, и Фишман сегодня в добром здравии. Насколько помню, он короной заболел, и в один день его заменяли, потому что он плохо себя чувствовал. И вот сейчас видим то, что он играет, и все у него хорошо, и у его команды тоже очередная победа, с чем поздравляем. Ну а Империя еще есть, куда развиваться, зона роста, так скажем, открыта. И матча впереди еще много, где можно будет разобрать и то, что здесь случилось, и подумать над тем, как выигрывать дальше. Потому что вот эта карта конкретно была самая неудачная из всех трех. Да, Империи нужно отдохнуть, потому что у них завтра уже первый матч на Д2ЦЛ в 15.00 по московскому времени. Дальше мы посмотрим VGaming Brame, и, наверное, самый такой любопытный матч игрового дня завтрашнего в 21.00 по Москве. Bait и No Marcy. Это должна быть легендарная битва, поэтому приходите, ну, как минимум к 9.00, но желательно прямо на весь игровой день, начиная с 3.00 часов. Мы с вами прощаемся, желаем вам спокойной ночи, может быть, для кого-то уже и хорошего дня, и услышимся на будущих трансляциях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok